библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте мы с вами на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами читаем третью книгу маковеев сегодня пятая глава раньше эта книга рассказывает о том что царь египта не смог войти в иерусалимский храм его основил бог вместо того чтобы подчиниться богу царь пришел в гнев решил отомстить евреям раз он не может отстить богу и решил собрать всех евреев которые жили в египте в одном месте на ипподроме и их уничтожить и вот евреев свозят на этот ипподром они сидят на этом стадионе и вот царь дает указание о том как должна проходить казнь и об этом как раз пятая глава давайте ее читать тогда царь исполнение сильного гнева и неизменным в своей ненависти призвал ермона заведующая слонами и приказал на следующий день всех слонов числом 500 накормить ладаном возможно больших приемах и вдоволь напоить цельным вином и когда они рассверепеют от данного им в изобилии питья вывести их на иудеев обреченного встретить смерть значит что здесь интересно здесь слоны действительно слоны использовались как боевое животное но вот число 500 которая здесь названа она не зафиксирована в других документах упомянуты что были в войсках слоны но где-то их около сотни было а вот но откуда взялось число 500 что интересно если взять индийскую литературу вот там как раз и используется вот это число 500 у каких-то великих индийских царей вот было 500 слонов значит но для того чтобы эти слоны приходили там в неистовство их действительно поили вином здесь она названа цельно это не разбавленная водою и в это вино добавляли ладан который почему-то на них действовал как не знаю как наркотик и они приходили в такое бешенство ну читаем дальше дав такое приказание он то есть царь отправился на пиршество пригласил особенно тех своих друзей и воинов которые враждовали против иудеев а эрмон начальствующих слонами в точности исполнил его повелением назначены при этом служители пошли вечером вязать руки несчастным и другим и другие принимали против них предосторожности думая чтобы через через ночь весь народ подверг подвергнется конечной гибели связывали чтобы они не бегали от этих слонов иудеи же казавшиеся язычником лишенные всякой защиты ибо то всюду стеснены они были тяжкими узами призывали всемогущего господа властвующий над всякой властью своего новосердного бога и отца призывая все не все непристающим воплем со слезами умоляя отвратить от них нечестивый умысел и спасти их от приготовленной им смерти своим славным явлением давайте здесь разберемся вот эта идея что бог над каждой властью эта идея повторяется потом в новом завете нет власти не от бога точнее нет власти которая не под богом евреи называют бога отцом почему ну кстати мы тоже нужно называем бога отцом почему мы называем ну во-первых для древних людей важно важно было не ну как бы не мать от которой ребенок родился это было понятно что вот он ребенок вот мать все определили точно а важен отец от кого от какого отца родился этот ребенок поэтому священное писание подчеркивает отцовство например в родословной иисуса христа говорится что авраам родила и сока то есть авраам был отцом исака подчеркивается от кого родился исак вот поэтому когда бог называется отцом подчеркивается что бог это тот кто родил создал божий народ второе значение почему бога называют отцом мы мы в ветхом завице тогда нет еще знания троицы потому что для древнего человека было 2 2 вида родительской любви родительская любовь матери и она считалась естественным то есть мать родила ребенка она будет ребенка любить вспомним историю с соломоном когда к нему пришли две женщины и принесли ребенка рубить этого ребенка и которая не мать сказала рубите мать сказала не рубить уж отдайте почему потому что она любила своего ребенка но это считалось естественно а вот с отцом было сложнее отец мог любить ребенка мог не любить ребенка но если отец полюбил ребенка то это вот большая любовь больше любовь чем матери и поэтому когда евреи говорят что бог это отец они подчеркивали вот ту особую особо сильную любовь бога к ним и они просили его явления в данном случае не надо понимать как теофанию то есть разверзли небеса бог явился а бог открыл себя в каком-то чуде прилежно морение взошло на небо ермон напаив не укротимы слонов после обильной дачи им вина и ладно но утром мился во дворец донеся осен царю готова все к тому чтобы выпустить этих слонов на связанных евреев идемте дальше но бог послал царю крепкий сон этот добрый дар от века неспосылаемый им и в ночи и во дни всем кому он хочет божьим устроением погруженный в приятный глубокий сон он забыл своем беззаконном предприятии и совершенно манулся непременным решением здесь очень такая интересная игра совершенно манулся своим непременным решением бог пытается остановить царя и самым мягким способом царь просто засыпает людей жизнь сбавившись предназначен часа восхваляя святого богоства и снова умоляя благопримирительного показать гордым язычкам силу всемогущей десницы своей царь спит а без повеления царя никто этих слонов выпускать не будет когда прошла уже половина десятого часа служитель которым порочен было приглашение видя что приглашены уже собрались вошел царю будить его значит насчет 10 10 часа это 10 час после восхода солнца это где-то 4 5 6 часов вечера то есть царь ночь пировал дальше он собирался идти устроить вот это избиение евреев но бог ему послал сон и он просто уснул и спал практически до следующего вечера с трудом разбудив его он объявил что время пишется проходит и дал отчет своем поручении поверив поверив его и отправившись пить царь приказал пришедший наперев возлечь прямо против него когда это было исполнено он поощрял собравшиеся на пиршество проводить настоящая часть пишется полным весельем во время продолжительной беседы царь призвав ермона строго и угрозно спрашивал по какой причине людей допущены пережить настоящий день тот объяв что еще ночью исполнил поручить поручены мы и друзья царя подтвердили это тогда цель в жестокости лютый более же нежели фаворис сказал что они должны быть благодарны сегодняшнему сну здесь все понятно царь пирует потерял в счет времени спрашивает что и почему ему объясняют что царит вообще-то слишком долго спал ну и когда ему это сообщают он подобен фаворису вот что это за фаворис значит в шестом веке до рождества христова в в одном сицилийском городе был тиран ну царь которого звали фаворис или фаворит этот царь отличался большой жестокостью насколько это правдиво неизвестно но про него рассказывали следующее он пригласил 1 мастера который ему сделал железного пустотелого быка и вот в этот в этого пустотелого быка он вставлял бросал людей внизу разжигал огонь огонь раскалял этого быка и человек просто-напросто изжаривался внутри этого быка при этом там было сделано такие трубки из которого выходил горячий воздух как будто там бык ревел что заглушало мучение человека вот этот фаворис ну и про него там рассказывают еще другие другие страшные истории и правда это или неправда неизвестно но вот имя фаворис или фаворит вошло в в язык как метафора особо жестокого человека то есть не просто человек который убивает а который мучает своих жертв царь понимает что дело уже к вечеру что он не успеет устроить эту казнь он обращается к ермону и говорит ему а ты непременно завтрашний день также приготовь слонов на истребление беззаконных иудеев когда царь сказав это все присутствующие с удовольствием и радостью изъявили ему свое одобрение и разослишь каждый в свой дом время ночи употреблено было не столько на сон сколько на изобретение всяких поруганий над ними преступниками сказано что царь подобен фаворису но такие же жестокие люди и его подданы рано утром лишь только запел петух ермон вывел зверей и стала раздражать их на обширном дворе в городе толпы народа собрались на плачевное зрелище и терпение ожидая рассвета раздражать он их кого специальными палками это известно что использовались такие заостренные палки для того чтобы животных разозлить кстати по-латински то это полка с наконечником называется стимул вот ну и народ собирается посмотреть на это зрелище это всегда интересно гладиаторские бои либо и животными привлекали огромное количество народа который там требовали зрелищ хорошо что же с в это время происходит с удеями людей непрестанно томясь духом творили молитву с многими слезами и плачевными песнями и простирая руки к небу умоляли величайшего бога опять послать им скорую помощь господь сохранил их на сутки и они продолжают просить о помощи свыше не распространились челчи солнце и царь еще принимал своих друзей как предстал пред ними герман пред ним герман и приглашая на выход донося что все готово чего жал царь выслушав это изумившись предложение необычного выхода он совершенно всем забыл и спрашивал кто и что это за дело которое он с такой поспеченностью исполнил было же это действие властвующий над ним всем бога который навел на ум его забвение во всем что он прежде придумал молитва евреев исполнена и видите как они только помолились сразу ответ царь и просто забыл у него вылетело из головы это конечно выглядит несколько конечно герман и его друзья объясняли говорят царь звери войска приготовлен настоятельному повелению он же исполнен сильного гнева на керечи ибо промыслом божьим разрушено было все его мышление и сверкаю глазами сказал с угрозой если бы у тебя были родители или дети то они послужили бы изобильные пищи для диких зверей вместо нынных иудеев которые мне и предкам моим сохраняли неизменную совершенную верность если бы нет привязанность моя к тебе по воспитанию и не по заслугам тем то вместо них был бы ты лишен жизни то есть полное полное безумие царь забыл и вместо того чтобы истреблять евреев он наоборот их защищает и нападает на своего совоспитанника вот это привязанность моя к тебе по воспитанию это значит он совоспитанник он нападает на своего совоспитанника и говорит о его гибели они не били евреев так встретил эрман это неожиданную страшную угрозу изменился во взоре и лице а каждый из друзей вышел с неудовольствием и всем собравшимся отпустили каждого на свое дело тогда иудею слышал о таком благосклонности царя то восхвалили бога царя царей за помощь получено от него очень живо описано но что будет дальше на этом невзгоды евреев не закончится и естественно не закончится помощь божия после таких решений царь опять учредил пиршество и приглашая приглашал предаться веселью приза же эрмона грозно сказал сколько раз я должен приказать тебе негодный одном одном и том же вооружи опять слонов на утро для погибели иудеев тогда возлежавшись вместе с ним родственники удивлялись непостоянным мыслям сказали долго ли ты царь ты будешь искушать нас как несмысленно в третий раз пивелевая истребить их и опять когда дойдет до дела отменяешь уничтожая свое на повеление ну здесь родственники в данном случае это не кровные родственники а вообще так называли приближенных царя которые становились своего рода родственниками и эти родственники уже так в открытую говорят царь где твое постоянство то ты то одно делаешь то другое от этого и город ожидания находится в тревоге наполнять столбами народа и часто подвергается опасности разграбления слишком много собралось народу и его уже невозможно сдерживать после этого царь совершенно как флорис исполнившая безрассудство и почитаю за ничтою происходящее в нем душевные перемены в пользу иудеев подтвердил нечистивейшую клятву и определил немедленно послать их в ад изувеченных ногами и ступнями зверей затем предпринять поход на идеи вскоре опустошить и огнем мечом и наступный нам говорил он храм их сжечь огнем и сделать их на его навсегда пустым для всех желающих приносить там жертвы царь видит что с ним происходит но не делает никаких выводов если обратиться первым главам этой книги то там то же самое происходит бог остановил царя царь пал в паралич вместо того чтобы сделать вывод и сказать все действительно бог евреев это истинный бог царь решает отыграться на евреях здесь то же самое происходит на него бог действует изменяя его решение раз за разом то сон на него нападает мысли меняется нет не будет он подчиняться царю ой подчиняться богу он отправит евреев в ад то есть в могилу кроме этого еще и уничтожит иерусалимский храм тогда друзья родственники весьма обрадованные разошлись с доверием и расположились в городе в удобнейших местах войска для стражи то есть толпы народа которые уже начинают бурлить их окружают полиция которая охраняет охраняет от грабежей а начальство над слонами приведя зверей можно сказать бешеное состояние богуханным питьем вина приправленным ладным вооружил и страшными орудиями и рано утром когда уже бесчисленные толпы стремились из города на конское аресталище пришел он во дворец и напомнил царю о том что предлежало исполнить значит про оружие которое вооружались эти слоны нас слонов одевали доспехи сверху одевали такую такую башенку в которой находились лучники и на бивни надевали специальные наконечники что должно там еще более усилить этого слона царь же полный сильного гнева с нечистивым замыслом вышел целым походом со зверями желая по жестокости сердце видеть собственными глазами плачевную и без бедственную гибель упомянутых людей но вышел целым походом то есть такое было шествие когда иудеи увидев пыль поднимавшись от слонов выходившие из ворот и следуешь за ним вооруженного войска а также от множества народа и услышали сильно раздавшиеся крики то подумали что настала последние минуты жизни конец их несчастливейшего ожидания подняв вопль и плач они целовали друг друга обнимались с родными бросались наши отцы сыновьям а матери дочерям иные же держали при грудях на врожденных младенца сосавших последнее молоко то есть согнали вообще всех евреев то есть даже маленьких детей то есть это это конечно геноцид истребление еврейского народа зная однако же прежде бывшие им заступление с неба они на душ напали ниц отняв от грудей младенцев и громко взывали к владычествующим над всякую власть и умоляю его помиловать их и ведь помощь им стоящим уже при вратах ада ну отняли от груди младенцев это такой образ они поднимали этих детей чтобы дети плакали и тем самым разжалобить господа есть один медраж рассказывающий как детским плачем умолили бога дать дождь долго в израиле не было дождя ну и как как упросить у бога чтобы дал дочь там приносили жертвы нет дождя молились нет дождя там постились нет дождя тогда один из еврейских учителей сказал надо собрать маленьких детей вывести их за город и научить что делать чтобы дети поднимали ручки плакали и кричали там ну а ва ва ну отец отец дай нам дождя но и вот когда они его вывели а когда вышли эти дети они плакали говорят что что обратно они уже возвращались просто под дождем вот здесь то же самое взывали господу и они стоят при вратах ада почему молятся евреи спасение вот здесь о том чтобы были спасены их жизни почему они не молятся чтобы господь их там принял или дал вечную жизнь чем чему молитва о спасении здесь на земле ну одна из причин почему ветхозаветные люди молились о земном спасении было в том что какой аргумент они выдвигали значит если ты господи сделаешь так чтобы мы погибнем от руки нечестивого то этот нечестивец бы думать будет думать что он победил тебя не меня человека а тебя бога поэтому евреи молятся о спасении чтобы показать власть власть божию он называется владычествующий над всякой властью бог должен спасти евреев чтобы показать свою власть так это и произойдет но об этом уже в следующих главах мы же с вами заканчиваем пятую главу мы с вами читали третью книгу маковейскую мы были с вами на библейском портале экзегет и зовут меня дмитрий добыкин спасибо за внимание всего доброго